всем привет это обновленный кодиак то есть в целом я такой думал надо этот автомобиль взять для того чтобы его снять на самом деле на нем даже пробежал две с половиной тысячи километров правда это было по трассам но я испытал всю боль потому что заезжал в ростовскую область дороги ростовской области в этом году вообще замечательные я думал что мне будет что рассказать но по факту то получилось так что у рестайлинга у него немного отличается внешкой и по мне внешка она довольно спорная такая более мимимишная она еще более толерантная вся вот эта вот история да немного отличается жопа внутри даже не понял честно говоря чего отличается вот я типа смотрел сравнивал мне даже повезло я остановился на трассе на у кафешкин на трассе стою и там стоит такой же кодиак белый только дористовый я ходил осматривал что отличается то есть визуально кроме того что можно чуть другая чуть другие задние фонари теперь как у октаве а восьмые более такие современные более рельефные если прям вот удрачиваешься по каким-то деталям они тебе действительно зайдут и отличаются задние катафоты больше честно говоря я нифига не увидел как говорят многие даже шумоизоляция стала чуть похуже но вот этого я честно говоря особо не заметил потому что до этого в башкирии когда мы катались тоже на представительских под по моему плюс-минус все то же самое было и чтобы ролик то не пропадал зря чтобы вы остались ценной информации в этом автомобиле у нас стоит двухлитровый мотор мотор поколения я три восьмерки для многих это еще пока непонятная аббревиатура но эти моторы очень долгое время ставятся на почти всю линейку в volkswagen audi skoda поэтому если вы хотите приобрести себе автомобиль на этом моторе данный ролик вам будет крайне полезен а и 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 именно поэтому мы переместились в бокс в сервис у меня два сервиса один находится в санкт-петербурге один находится в москве именно поэтому данный ролик будет интересен тем кто эксплуатирует данные автомобили поскольку мы практикующие оживлять или можно назвать как угодно автомобили ваггруппы мы уже понимаем все болячки мы с ними уже не первый год работаем в питере сервис работает с семнадцатого года это уже пипец пять лет пять лет пять лет сервиса вообще с вагом я больше десяти лет это точно даже уже боюсь представить что реально больше десяти не хочу казаться старым сам для себя в первую очередь в москве сервиса еще нету года в декабре будет год но уже активно работаем выполняем полный цикл работ за исключением малярки поэтому но есть есть что рассказать еще такой момент поскольку сейчас дефицит запчастями у нас появился канал мы можем возить эти запчасти оригинал но срок поставки будет от шести до восьми недель это нужно понимать возможно даже от шести до девяти недель потому что ну сложности с логистикой назовем это так при этом если вы приедете на сервис от диагностируете автомобиль и допустим вам скажут что у вас цепь подойдет примерно через пять десять тысяч километров то и можно будет спокойно заказать моменту когда нужен будет ремонт она приедет и цены будут близки к ценам которые были до 24 февраля самые распространенные буквенное обозначение bzb и cabb на эти моторы в данный момент уже потихоньку начинают их возносить в лигу культовых потому что раньше было лучше раньше вот эти моторы ехали там на 8 лошадиных сил было больше и все было замечательно и при этом данные моторы не жрали тому есть одна важная особенность эта особенность называется евро 4 на момент когда эти моторы выпускались экологические нормы были более слабые и можно было создавать моторы которые ходили бы дольше они в угоду экологии как это сейчас очень сильно модно именно поэтому данные моторы в целом то вроде бы как бы и нормальные и вроде бы все с ними хорошо но там есть пару нюансов пару больных мест на которые все-таки стоит обращать внимание я буду говорить про самые распространенные больные места супер уникальные больные вещи либо вдруг вещи которые я не знал потому что моторы ген-1 мы уже какое-то время не обслуживаем связи с возрастом автомобилей вы напишите в комментариях и посмотрим за счет этого люди смогут получить более ценную информацию более полную информацию поэтому пожалуйста в комментариях можно спокойно делиться своим опытом либо пылесосить меня за мою экспертность тут уже выбор исключительно за вами что касается мотора ген-1 ген-1 одна из самых распространенных болячек которая честно говоря так и не решилась до сих пор даже на ген-3b моторе я уверен что она тоже будет эта помпа точнее корпус термостата потому что он пластиковый и потому что он находится в турбированном моторе давай с помощью возьму тогда типа вот так она выглядит и вот таким образом выглядит данная деталь собственно сам насос и корпус термостата корпус термостата со временем рассыхается просто-напросто начинает течь в какой-то момент расход антифриза становится настолько огромным настолько печальным что вы решаетесь ее поменять по стоимости это все-таки не дешевое удовольствие здесь вот всплывет сколько на данный момент стоит оригинал и сколько стоит качественный аналог вот мы сейчас в связи с тем что происходит дефицит запчастей потихоньку переходим на аналоги мы их тестируем и мы ищем аналоги производители которых дают нормальную гарантию конкретно вот на этот аналог гарантия будет три года либо 60 тысяч километров в зависимости того что настанет раньше пойдем дальше по болячкам этих моторов не самым с не самой сильной стороной у этих моторов являлась цепь грм про который очень многие слышали и в то время в 2008 году 2009 году у всех голове было так что вот типа есть ремень грм который ты меняешь раз 120 тысяч а есть цепь грм и если у тебя мотор цепной то ты машину передаешь внукам и возможно внуки поменяют эту цепь когда-то но все поменялось поскольку добавились технологии поскольку добавились фазовращатели поскольку машины стали более технологичными и цепь поначалу откровенно говоря выхаживала неприлично мало выхаживала на от 30 до 120 тысяч километров у кого как это наставало и проблема была в первую очередь в натяжителе вот таким образом он выглядит то есть это уже модернизированный натяжитель который если правильный комплект грм а поставить на моторы ген-1 и ген-2 будет ходить где-то 140 тысяч километров вот в то время они так сильно не ходили из-за этого у людей сильно бомбило поэтому по цепям только по цепи грм вот она непосредственно цепь грм только по цепи грм было в районе шести или семи ревизий то есть они делали они допиливали они совсем понимаю что они делали что они допиливали но и честно говоря я не помню кто был изначально производителем цепи на данный момент цепи производит компания борк варнер точнее дочерняя компания морзо и не так давно мы снимали ролик про цепи борк варнер которые есть на свободном рынке спойлер нет их нет на свободном рынке просто кто-то очень ушли на территории россии и сейчас новые модернизированные цепи они действительно хорошо ходят с учетом новых натяжителей эту проблему как можно считать проблемы то есть если вы поменяли скорее всего на ваш век хватит я говорю про 120-150 тысяч километров пробега это при условии городской эксплуатации исключительно потому что я живу в городе я машину эксплуатирую в городе если вы катаетесь по трассам я видел эти моторы с цепями которые прошли 200 тысяч километров мы очень сильно на тот момент удивились она уже была вот прямо очень сильно на тоненького точнее она уже была за гранью разумного но при этом цепь все-таки все еще выполняла свою функцию если она то что немножко болталась мы поменяли и клиент поехал дальше также в то время что касается системы грм все пестрила байками все пестрила ужасами на тему того что вот это все настолько ненадежно понятно что людей начало пугать люди начали это форсить и все это вот знаете типа из разряда ну у меня машина сломалась на косарь ты сказал товарищу товарищ сказал что у нее тачка сломалась на 3 товарищ товарища сказал что она сломалась на стол вот так наверное это и происходило скорее всего как это обычно происходит и за счет этого появилась байка на тему того что если вы оставляете машины с мотором ген-1 на горке на передаче потому что в то время много машин было на механической коробке передача у вас проскакивает цепь я такого никогда не встречал на самом деле такая штука была у вага она была на моторах 1 и 2 и вот если вы моторы 1 и 2 на цепном приводе оставляйте в горе на передаче то цепь проскакивает на пару звеньев а потом все это это 1 и 2 идет на помойку такая история встречалась но я это слышал слышал и видел своими глазами в тот момент я работал на дилере исключительно моторах 1 и 2 даже на 1 и 4 такой проблемы уже не было не говоря уже про 1.8 и 2.0 тсс и тфс и собственно моторы про которые мы говорим также болячка которая вроде бы была болячка но на мой взгляд ее уже все реально устранили такого ну вряд ли ты уже кого-то найдешь с толкателем тнвд старого образца когда он был еще не роликовый а старого образца были проблемы был износ толкателя тнвд меняется за 10 минут стоит на тот момент стоил вообще 3 копейки так он стоит по-моему в районе двух с половиной тысяч рублей если мы говорим про оригинал я говорю про цены до 24 февраля потому что сейчас цены они очень хаотичны и на них ориентироваться крайне сложно они вот сегодня такие завтра такие послезавтра такие именно поэтому мы забили болт и начали таскать запчасти из-за бугра так скажем потому что цены фиксированы цены в евро единственное на чего мы зависим это курс евро но он не так сильно скачет как скачет вот свечи сейчас там по 6000 на ген 3 стоит на вес и брать через импортера групп но не через импортеры если брать грубо говоря через дилерские станции и так далее в районе 6000 рублей за свечку это из того что видим мы когда из европы они стоят 1800 1700 на свечку ну короче все все как было раньше что касается моторов ген-1 я думаю что здесь стоит закончить и потихоньку переходим к моторам ген-2 моторы ген-2 те самые моторы с которых началась максимальная молва потому что моторы ген-1 они не жрали масло это самая главная проблема который по катут на тему который переживают владельцы данных автомобилей из-за которых они не спят ночами из-за которых они все время смотрят сколько стоит правильные трушные поршня вот моторы ген-2 вот здесь начался трэш почему он начался потому что в какой-то момент выкатили евро 5 и чтобы машины могли продаваться на европейском давайте так на западном рынке машины должны были соответствовать нормам евро 5 из-за чего быстро была поменена поршневая группа точнее масло съемные кольца они стали уже за счет чего они начали коксоваться и вся вот эта вот радость моторы начинали жрать масло с 30 тысяч километров вот уже и сразу же и как бы на самом деле что касается поршневой группы про это огромное количество информации в интернете прям невероятное пробежимся коротко очень многим если клиент ну владелец автомобиля был не супер ленивые и меняли по гарантии меняли вплоть до пяти лет эксплуатации автомобиля потом меняли по кулансу и меняли вплоть до 7-8 лет точно потому что я помню что у нас был клиент у которого был посад cc дорестовый на тот момент у него был автомобиль 6 или 7 летний мы ему предложили попробуй на дилера по кулансу и в итоге ему по кулансу за 30 тысяч рублей поменяли полностью поршневую группу то есть по сути мы почти перебрали автомобиль вот какие-то вещи мы ему посоветовали чтобы он доплатил за свой счет на дилере чтобы это дополнительно махнули типа вкладыши и так далее то есть человек по моему в 50 тысяч рублей уложился в переборку движка что даже на тот момент а это был момент 16-17 года было просто замечательно и феерично поэтому тот кто суетил тот эту историю все-таки менял за небольшие деньги и люди кто обращались к нам то время они действительно помнят что мы рекомендовали не ремонтировать это у нас мы говорили попробуйте сначала на дилера попробуйте по кулансу потому что болячка понятная болячка известны также как и мехатроники те же самые которые там до пяти лет вообще спокойно меняли на них пятилетняя гарантия в какой-то момент была для того чтобы volkswagen хоть как-то мог обелить dsg тех поколений вот это самая распространенная болячка которая встречалась именно на ген-вторых моторах весь интернет про это расписан весь интернет про это и списан есть несколько способов ее решения это либо замена поршневой группы либо сделать раскоксовку каждый же сам выбирает для себя что ему больше подходит но я считаю что если на моторе пробег до 200 тысяч километров то раскоксовка действительно помогает раскоксовок много огромное количество смотрите сами изучайте сами лично мы используем джизокс используем уже не первый год и никаких нареканий у нас на нее в целом нету то есть в интернете есть истории про то что там остается напыление и так далее но я лично на своем автомобиле делал который у меня на глазах после этого пробежал 70 тысяч километров и жор масла не появился делал на многих автомобилях своих товарищей за которыми я до этих пор слежу и которые все время на виду и у всех все было в порядке то есть исходя из этого я могу делать спокойно вывод что джизокс это действительно хорошая раскоксовка потому что за все время я подозреваю что мы раскоксовали более тысячи автомобилей как бы это не звучало вот так глобально действительно в день минимум один-два автомобиля проходили эту процедуру и девяносто пять процентов клиентов оставались довольны потому что есть определенные условия когда машина допустим там по одометру сто шестьдесят тысяч километров но мы сами с вами понимаем что там сто шестьдесят было когда-то давным-давно просто сейчас циферка такая такие нюансы тоже присутствуют убрали на ген-2 проблемы ген-1 нет только добавили еще поршневую группу и долгое время это мотор считался самым-самым просто неудачным страшнее всего было взять ген-2 то есть на многих тематических сайтах на том же самом drive-2 люди такие когда приобретали этот автомобиль пишут взял самый хреновый мотор на свете и как я с ним живу таких статей довольно много при этом люди все катались у всех все было замечательно какая еще проблема была у ген-2 моторов повышенный расход масла был также из-за маслопомойки то есть до определенного номера сейчас я вам здесь появится актуальный номер который нужен и прям скриншот будет из оригинальной программы если у вас вот этот номер на нем прям стоит крест и его завод производитель рекомендует поменять этот масло один делитель масло делители оригинальные я уже сейчас не буду рекомендовать исходя из стоимости которую там 12 тысяч они примерно стоят аналоги можно поставить аналоги можете написать мы вам порекомендуем подскажем что можно поставить на самом деле не так много потому что зачастую масло делители они идут либо китайские либо европа среднего качества но исходя из цены то есть как бы лучше поменять там европу среднего качества полтора раза грубо говоря дать это будет точнее два с половиной две с половиной замены не оригинального масло делителя будут равны покупке одного оригинального то есть она ваш век этого точно хватит и они действительно работают мы уже потестировали не стоит на масло делителях менять мембраны вот это вот реально трэш вот этого делать не надо это не работает есть типа кто продает оригинальные мембраны я видел на форумах вот эти форумы слушает и вот иногда спускаешься в форму я очень люблю форумы с точки зрения того что много полезной информации но на фоне этого есть вот этот darknet форумов когда люди такие у меня есть мембраны которые производились на заводе и мне в гуанчжоу китаец вынес тысячу штук и только у меня только здесь только сейчас на обратно закинь под губу это мембрана и все будет отлично то есть такой дичи много не надо этого делать купите пожалуйста просто маслоотделитель и все у вас будет ходить хорошо здесь мы перейдем к второй проблеме или к 3 или к 5 или к 10 этого мотора и там целом хватает но если знать как с ними жить то в целом все будет окей это топливо точнее форсунки здесь стоит система tsi и tfsi это система непосредственного впрыска большинство моторов которые мы видели которым вот грустно они все были раздетонены то есть 95 процентов моторов было раздетонено и проблема была все-таки не в поршневой группе а в том что форсунки лили неправильно потому что у нас долгое время не было нормального топлива и мотора ген-2 тоже хапнули этого сейчас уже сотый он более-менее нормальный на нем действительно можно кататься на это сайт tsi и tfsi моторах 95 скрипя сердце можно заливать но я бы все-таки катался на сотом теперь давайте подробно поговорим про форсунки форсунки если автомобиль куплен сновья то за ними нужно следить или есть либо если вы их поменяли то за ними тоже нужно следить холить лелеете тогда они вам долгое время не буду доставлять никаких проблем каким образом это делается каждые 30 тысяч промывается форсунки на стан на станции то есть на при помощи специнструмента они промываются мы обычно используем фильм химики wins то есть всегда обычно это значит всегда вот нас на полностью устраивает пользуемся уже не первый год и все отлично также можно поддерживать жизнь форсунок при помощи топливных присадок который заливается непосредственно в бак тут вы уже сами выбираете для себя какую топливную присадку вы хотите использовать их есть огромное количество нам понравился тунап вот я на себе тестировал мне тунап больше всего зашел мне зашел протек тоже то есть протек он попроще в использовании ты его просто один раз залила тунап там две заливки а ты катайся с этими банками не совсем удобно но это вот прям для задротов есть огромное количество если ки-молли есть оригинальная даже присадка и на oil club и вы можете найти тесты по этим присадкам где все подробно расписано уже выбрать для себя возможно есть какой-то какие-то называют крафтовый производитель автохимии вот типа ты как в питере в бар заходишь там 150 сортов пива сейчас также 150 сортов масла и сейчас отличное время для сортов крафтового масла потому что крупные бренды они таки ну все господа всего хорошего как бы и ушли и сейчас еще будет возможно наблюдаться проблема с маслами 0 0 в потому что они в россии кончаются мы их как бы закупили себе у нас там есть полтонны в запасе 0б20 я поэтому про это говорю потому что месяц полтонны в запасе как бы я молчал как чекист на самом деле такой информации довольно много то чего кончается я честно говоря все выдавать не буду потому что понимая что может быть маленькая локальная паника в формате этого канала и люди начнут все истерично скупать из-за этого рынок просто посыпется еще больше и цены будут абсолютно неадекватными так вот за топливными присадками топливные присадки заливайте в топливный бак и форсунки ходят в целом довольно хорошо если за этим не следить то форсунки уже начинают делать голову примерно с 80 тысяч километров и тогда форсунки пойдут под замену по моей практике по моему опыту я не встречал ни одного точнее есть какой-то человек и не буду его называть очень именитый в россии который супер круто моет это это сайт и фс форсунки я когда себе приобретала с восьмую мне с этой с 8 отдали отри билдин и форсунки этим человеком то есть не у меня первое вылетело спустя 30 минут прогрева 2 вылетела на следующий день я психанул купил все 10 новых форсунок и понял что все вот это вот восстановление тс и тс и форсунок она все-таки наверное не работать точнее она возможно работает да если форсунки все-таки в более-менее адекватном состоянии вы их просто поддерживаете до формате поддержания я почти уверен что все это будет работать очень сильно мечтаю купить стенд для проверки тс и тс и форсунок но у них там есть отличие в отличие от обычных форс которые там 5-6 бар достаточно чтобы ее проверить тс и форсунка 30 бар это холостой ход до 140 бар она работает на моторах до ген-3b на мотору ген-3b вообще свыше 250 бар то есть там дунуть так дунуть надо для того чтобы проверить вот поэтому за этой истории действительно нужно следить и автомобиль приобретать в группы на непосредственно впрыски если у вас в регионе нет нормального топлива типа крыма всем привет из крыма мы три машины уже раздетонены видели которые в крыму заправились я бы все-таки не стал вот внимательно к этому отнеситесь и тогда будет вам счастье и вот здесь появятся фотографии что происходит когда с форсунками что-то идет не так начиная от чего-то лайтового до когда просто там немножко раздетонило края поршня такое бывает и хорошо что если этим не позадиралась тяньки цилиндров в целом задира нету потому что если есть задиры на тс иных моторах 1.8 и 2.0 то жар масла начинается очень активно это не в образнике там прям жрать начинает капитально сразу же если есть задиры и до моментов когда ну кусок поршня например может отвалиться потому что раздетонило дай божественные все на этом моторе собственно вы далеко уже не уедете на этом мы заканчиваем про моторы ген-2 и переходим к божественным на которые все молятся и которые все хотят и кстати немножко зря моторы ген-3 сколько лет потребовалось инженером вага чтобы понять как сделать планку натяжителя и цепь не проскакивала с 2008 они в 13-ом они по-моему выкатили ген-3 бена сколько я помню 13-14 переходные были моторы ген-3 моторы на которые по которым все упарываются которые все любят и которые считаются эталонными моторами действительно ли это так отчасти да начнем с того что вещи которые ваг вроде бы устранил первое это цепь цепь теперь ходит хотя бы сто двадцать плюс тысяч километров обычно даже ходит больше ста пятидесяти тысяч это сделано за счет успокоителей спустя примерно 2008 они пошли и в двенадцатом тринадцатом появился ген-3 мотор ну читайте сами сколько лет потому что мы снимаем это в восемь утра и меня мозг не очень хорошо соображает они докинули успокоителей сделали модифицированный успокоитель это успокоитель от ген-2 это от ген-3 для того чтобы цепь когда она но растягивается она не проскакивала казалось бы вот а это верхние успокоители нужно там порядка восьми лет чтобы до этого додуматься тысячи десятки тысяч положенных моторов нужно было пережить один дизельгейт дизельгейт по моему после был как они сделали эти успокоители видимо конкуренты поняли что все машина теперь вечная машина не ломающаяся и надо их хлопнуть за дизельгейт так вот по цепям то они все исправили возникает вопрос масложором исправился ли масложор отчасти да он исправился то есть но он как он не исправился до конца он просто сместился на какое-то время я все равно рекомендую даже ген-3 мотор и раскоксовывать примерно раз сто тысяч километров для того чтобы все было у вас окей либо вы просто меняете масло раз пять-семь тысяч километров и тогда вам не нужны никакие раскоксовки и важно что все моторы всех поколений вы периодически крутите в отсечке потому что если вы тошните исключительно в городе чаще всего по нашей практике масложор настаёт первее у того кто медленно катается ну то есть если все время там на 2000 дайте иногда мотору продышаться выйдите на трассу вы не для этого покупали турбированный мотор чтобы на нем ехать и тошнить тем более если он больше 150 лошадиных сил а если это божественно взорванный ген-3 на стейджи 2 на окташки на какой-нибудь но там пацанам рассказывать не надо они так все время живут в красной зоне также все моторы я 3 восьмерки преследовала болезнь да и в целом это болезнь всех моторов с непосредственным впрыском на всех автомобилях это засирание впускных клапанов то есть чистка впускных клапанов если мы берем ген-1 ген-2 мотор в идеале делать раз 60 тысяч километров это в идеале хотя бы раз в 80 делайте пожалуйста потому что бывают проблемы такие даже что у машины пропуски по зажиганию нигде ничего не горит нигде ничего не показывает и ты смотришь выпускные клапана а там просто мох вот вот сейчас будет фотка грязного вкусного клапана и вот фотка чистого вкусного клапана как это должно выглядеть после чистки мы например чистим эту историю тунапом рекомендованная история сертифицированная девичная и вся эта история никакого грецкого ореха ничего не имея против грецкого ореха я старовер просто она появился раньше она более проверенные я работаю более проверенными историями чем грецкий орех я вот просто не совсем понимаю где его добывают это в грузии где-то там что там типа вот они скорлупу продают это туда продали это сюда продали а потом кто-то купил и на бмв такой это же бмв пошло давай грецким орехом дунем во впускные клапана так вот на ген 3 этих моторах что сделали они кинули второй ряд форсунок для того чтобы они пшикали также во впускные клапана и казалось бы это должно было помочь но нет оно не помогло но она опять-таки отсрочил этот процесс и на ген 3 если мы берем хотя бы раз 100 тысяч все равно нужно чистить впускные клапана потому что это второй ряд форсунок он справляется да не справляется справляется да не совсем что касается самих форсунок там тоже был определен ряд модификаций но все равно за ними нужно следить все то же самое как я говорил на ген втором моторе то же самое нужно делать и с форсунками на ген 3 и важный момент вообще всех ваговских моторов что эти моторы сложные работы необходимо производить специализированных станциях потому что вот у нас был недавно надеюсь он уехал уже сяд ли он и сяд ли он был перебран наверное можно сказать так что собственными силами собран он был на неправильном герметике неправильный герметик попал масляные каналы забил масляные каналы произошло масляное голодание задрала распредвалы для того чтобы отремонтировать автомобиль нужно было разобрать полностью мотор промыть все масляные каналы заказать распредвалы которые будут ехать издалека далеко от 6 до 9 недель и собственно но переборкой данного мотора в нынешних реалиях где-то было бы полмиллиона рублей чтобы это все качественно перебрать потому что если мы перебираем мотор мы здесь приходим еще к одной проблеме ген 3 моторов это актуатор который периодически отъезжает на турбинах и он либо либо он регулируется и здесь работа творческая с огоньком и задоринкой его регулируют либо просто меняется но меняется он не в оригинале только недавно появилась это далеко не на все модификации турбин отдельно актуатор потому что до этого 100 тысяч ауди а пятая какая-нибудь красивая взорванная 90 100 тысяч километров актуатор начинает делать голову и ты заказываешь турбину а вроде все сделали а дело в актуаторе но их очень много начали там снимать в европе одно второе третье и уже сейчас на рынок этими историями напомнился поэтому переживать не стоит актуатор либо ремонтируется точнее либо он адаптируется либо он просто меняется еще что касается актуаторов даже если вы катаетесь спокойно катайтесь постоянно то они также закисают потому что грубо говоря но мотору не нужно турбинкой дуть вы катаетесь спокойно давайте пожалуйста иногда мотором под хвост и тогда все будет окей они для этого созданы эти моторы прям иногда просят понятно что ему не надо жить постоянно в красной зоне но периодически точно нужно на ген-третьих поменяли помпу конструктивно очень сильно если раньше грубо говоря корпус термостат ушел в сборе с помпой и это наверное когда-то стоило дороже чем помпа чем корпус термостат от ген-3b сейчас это совсем не так то есть ну даже до того как не было дефицита с запчастями корпус термостат от ген-3b стоил все-таки немало помпа теперь отдельно все это отдельно ремешок отдельно и вообще все прямо отдельно если ты собираешь на круг это такое становится очень больно и очень больно ходит она в среднем честно говоря от 60 до 120 тысяч километров с чем это связано интервал я хрен его знает если вы знаете напишите пожалуйста в комментариях потому что у них было пару модификаций у этих помп как как и нужно когда у ген-2 там было вот вот раз два три четыре вот эти вот все модификации помпы то у ген-3 было их не так много но все равно ходит он не так хорошо и на самом деле спустя какое-то время люди особенно в регионах особенно там ребята в казахстане есть знакомый димон привет который ремонтирует активно вак они спустя время считают что моторы ген-2 все таки все таки они лучше потому что у ген-3 есть не настолько распространенные периодически болячки с задиранием распредвалов с баланс валами хотя это больше все-таки болезнь ген-2 и так далее и так далее но эти вещи они скорее боль ближе к штучным они не настолько массовые чтобы про них стоило говорить и переходим наконец-то к самым современным мотором ген-3b основная особенность моторов ген-3b что отказались от объема 18 и все пошло 20 20 пошли дефорсированные и форсированные при этом 20 дефорсированные они начали работать по циклу миллера что такое цикл миллера можете погуглить в реалиях россии с качеством топлива в россии ничего хорошего потому что если вы вдруг живете в регионе где нету сотого бензина цикл миллера я вообще не рекомендовал бы ни при каких обстоятельствах избегать бы этого мотора а это все ваговские моторы ген-3b до 200 лошадиных сил так легче всего будет определить вот соответственно тот же цикл миллера он очень плохо шьется долгое время никто из мировых компаний не мог выкатить прошивку сейчас вроде бы выкатили но опять-таки как по слухам выкатили да не выкатили выкатили да не совсем поэтому свой кодиак на 180 сил нормальной компании будет очень сложно прошить и чит-кода с рассадкой на дачку все-таки не получится не надо этого делать если вы хотите казаться на моторе долгое время потому что детоны потому что задиры одно второе третье особенность цикла миллера в том что этой моторы начинают ехать только на верхах и более-менее начинает ехать после двух с половиной тысяч оборотов собственно поэтому подумайте нужны ли вам такие движки если вы катать с большом городе то это движок действительно экономичный из особенностей в том что если раньше например давление форс там изменили степень сжатия и давление форсунках например если до этого было порядка 140 бар то теперь 250 все это направлено на две вещи а это экология б это экономия я катался на этих моторах и кодиак с этим мотором по трассе что он кстати ни хера не особо экономичен то не жрал он на 130 жрал восемь с половиной но хотя с другой стороны это кодиак это большая машина у меня сотрудник катался на тигуане по трассе долгое время у него средний расход был в районе 6 литров это было на моторе 14 вообще замечательно великолепно везде хватает все феерично 150 лошадиных сил налог не особо большой и отлично есть ген 3b моторы которые уже так скажем форсированы это больше 200 лошадиных сил это тигуана 220 лошадиных сил это а4 b9 a5 b9 q5 и так далее эти моторы работают по классике никакого цикла миллера и их сразу зашили и все стало нормальным там типа с аудюшного мотора 320 сил на стоит же один снять вообще изи просто программ на плюс 70 лошадок добавить про эти моторы что можно сказать все то же самое как ген 3 только чуть модифицирования то есть все сделано в первую очередь на облегчение все сделано в первую очередь на экологию как это будет ходить на длительной дистанции время покажет хотя мы уже видели кстати q5 нам приезжала q5 на ген 3b моторе с пробегом 180 тысяч километров пробег по большей степени понятное дело трассовой 95 процентов трассах но с мотором ничего особого не произошло то есть мотор ездит с мотором все окей человек просто на 150 тысяч примитивно поменял цепь грм и даже помпа она все еще ходит что еще можно сказать ген 3 ген 3б моторы начиная с двадцатого года они перешли на масло 0 в 20 с 508 допуском более жидкое масло там горят масло каналы поменялись вся эта история но в какой-то момент начиная с 24 февраля на месяца полтора не было масло 0 в 20 нигде и дилеры лили спокойно 5 в 40 было внутреннее распоряжение при этом в этом ничего страшного нету там прям нот в книжке у тебя написано что в идеале лить 0 в 20 но если 0 в 20 нету то можно использовать либо 0 в 30 либо 5 в 40 ну либо 504 либо 502 допуск зависимости от того какой все-таки есть под рукой у меня есть машина на моторе ген 3b это 8 gti совокупности с 381 коробка это вообще феерия ну и слоем того что это джитя это вообще такой микрооргазм каждый раз когда ты катаешься очень сильно люблю пи 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 пупу и в этот мотор лично я сам себе заливаю 0 в 20 но я себе долгое время лил мобил порядка сколько на нем сейчас 25 тысяч пробегом прошел 55 замен масла уже на нем было даже нет 6 замен масла 6 замен масла на нем было все время лилась масло мобиловская теперь у нас мобил сказал все давай до свидания и поэтому я сейчас перехожу на оригинальное масло которое производит лукойл вот но я буду лить именно ваговская потому что нас банально есть с маслом 0 в 20 все-таки могут быть ближайшее время проблемы вот на этом я наверное бы хотел закончить про моторы собственно мой взгляд моторы ген 3b это будут последние моторы которые на классе который является классическими двс ами а дальше у нас пойдут исключительно гибридные электрички и вся вот эта вот история надеюсь вам понравился этот ролик он для вас был информативный потому что постарался рассказать все по максимуму мы с этими машинами целыми днями живем целыми днями ремонтируем эти моторы наверно самые распространенные всех тех которые мы делаем целом я три восьмерки блин уже долгое время они как родные как облупленные ген 2 ген 3 ген 3b ты уже все понимаешь и все знаешь что касается самого кодиака что я хочу сказать тачка то в целом очень прикольная и она прикольно для трассы она прикольно для семейных людей и даже мне вот человеку который хочет каких-то там гипер эмоций от автомобилей эта тачка все равно дала эмоции она дала эмоции и заразят того что спереди есть за fix я спокойно кидаю сына у меня там четырехлетний ребенок спокойно смотрит на дорогу балдеет с этого из этого становится кайфово мне до кучи я кидаю вагон и маленькую телегу детских вещей и спокойно себе передвигаясь вообще по территории страны на адаптивном круиз-контроле и вся вот эта вот история короче тачка огонь моторы тоже в целом понятные если знать как их обслуживать особых проблем не доставляет спасибо большое что посмотрели этот ролик и до скорых встреч